еврозона новость номер один шутку которая сейчас скажу я процитирует мало и заплюют меня еще я цитирую сейчас народную германскую шутку народную значит после объявления войны министром иностранных дел аналена бербок российской федерации здание нет германии является законной целью для вооруженных сил российской федерации еще раз это шутка это шутка это народная немецкая шутка притом на любой лад немцы на самом деле выступают мне кажется сейчас больше действительно политиками чем политики которые пробуют себя представить немцами я имею в виду сейчас разницу между народом и теми кто себя называет или это чудовищно конечно узнать краткая справка аналена бербок министр иностранных дел федеративной республики германии партия 90-х союз зеленых образование неизвестно опыт деятельности неизвестно допущенных ляпов в публичном пространстве много и в этом отношении знаете как одно дело ляп одно дело ляп совсем другое дело когда это ляп может быть с последствиями но прежде чем я перейду вот подробно прям по косточкам разберу эту на лену бербок расскажу реакцию немецких политиков на это я хочу немножко заглянуть в другое место а место это называется очень просто научная служба бундестага есть такая штука научная служба бундестага и как бы парламентария обращаются туда и служба очень специфическая она не имеет права удавать как политическая риторика политическая риторика а вот служба она должна четко идти по закону по конвенциям по присутствию в сми каких-то информационных всплесков то есть они не могут себе позволить интерпретаций они четко потому что признано уже это либо многие публикации либо еще раз конвенции научная служба когда нужно немецкие депутаты знаете выкручивают сами себе же руки обращаются в эту научную службу говорят и все там пожалуйста как к этому относиться или имеем ли право мы этим заниматься или что там с германией или там разъясните пожалуйста положение санкции это все научная служба после этого можно продолжать разговор начиная от министерства юстиции заканчивая медом научная служба иногда ее цитируют депутаты другие депутаты вдруг начинает смеяться это ладно научная служба от нее только прекрасно она бестолковая такое тоже есть когда им невыгодно им это какой-нибудь стороне в инвестаге принимать во внимание то что научная служба сказала то они начинают так ерничать и подала все знают у этой научной службы есть один минус минус этот называется что язык витиеватости в этой научной службе настолько сильно внедрём что иногда не понимаешь что они хотят сказать то есть они пишут пишут а понять что не сказать невозможно они избегают формулировок в которых красное называется красным черное черное белое белым потому что нужно как-то так все преподнести чтобы депутаты потом не перегрылись между собой мало того чтобы ни в коем случае не было повода например там импичменту поднятию вопроса вызов какой-нибудь комитет парламентский на допрос какого-то политика и вот эти витиеватости они ну как сказать это совершенство витиеватости да ответ нужно так размыть чтобы с трудом нужно было что-то понять вот с трудом понять это их большое слабое и большое сильное место одновременно передо мной лежит документ научной службы был дистага ответ на запрос депутатов что такое участие в войне с какого момента участия войне вот можно идентифицировать как лишение нейтрального статуса и вот интересно в том что нейтральный статус это четко закрепленная позиция то есть существуют международные соглашения есть международные соглашения которые подписали там 64 страны например не весь мир там не глобально него и вот что такое нейтральный статус а что такое участник конфликта где эта грань где серая зона в которой теряется статус нейтральности и появляется статус участника конфликта и я выложу в telegram канале этот документ я выложу этот документ есть введение я выложу его в оригинале на немецком языке кому очень-очень интересно можете посмотреть перевод через онлайн попробовать разобраться то есть и так эти иваты язык еще эти онлайн-трансляторы переводчики они вообще добавят еще больше не разберихи но тем не менее в этом документе я нашел четко фразу вот она сейчас передо мной я попробую перевести вот так прям в лед попробую перевести в случае вспомогательных услуг на основании не военного положения объем поставок оружия также вопрос является ли она наступательным или оборонительным это еще раз эта дискуссия которая уже была это документ не свежий вчера придумали не вчера научная служба бунгустага отвечала вот так вот оборонительное или наступательное оружие дискуссии по этому поводу не актуально мать еще раз витиеватость то есть не надо рассуждать о том что оборонительное поставляем или не оборонительное это просто не актуально есть факт поставки и если есть наличие дополнительных указаний доставки оружия к летущей стороне если есть обучение как обращаться с этим оружием то тогда можно дословно вот я пробую сейчас можно будет покинуть безопасную зону не военных действий но то есть теряется нейтралитет ну я понимаю что задача стоит ответить так чтобы потом к суду не привлечь что задача стоит у научной службы так ответить чтобы было понятно нагрузка смысловая и в то же время еще раз разница нет поставляется оружие в принципе наступательное или оборонительное но в принципе с момента поставки оружия и обучения персонала страна покидает комфортную зону которая называется не участник конфликта знаете нет чтобы сказать нормально все становится участником не вот нужно написать покидает комфортную зону неучастие в общем германия не нейтральна с точки зрения научной службы бундестага но это же научная служба у меня же власти нет проголосовать закон какой-то принять импичмент какой-то указать кому-нибудь и в принципе 24 выступление аналена бербук в страсбурге аналена бербук это действующий глава миды германии женщина с очень большим таким хорошим интеллектуальным запасом кто радиус слушает вести помню кто первый раз услышит она выступая на климатической конференции сказала что принципы самоконтроля в климатических выбросах должна распространяться не только на она сказала нашу страну то есть на германию но и на ближайших соседей а также на страны которые находятся сотнях тысяч километров на отдалении от германии я честно говорю я не знаю и не только я очень многие не знают какие страны находятся на сотнях тысяч на удалении в сотня тысяч ну экватор 40 тысяч какие сотни тысяч какие страны то есть может быть она инопланетянка может она знает что-то про третье пространство может быть ну вот у меня нет возможности этого у нее спросить ну и ладно ну и ладно ну господи ну ну не отличник человек был в школе ну зачем обязательно был отличник может человек хороший ну вот что думает то и говорит ну какая разница ведь действительно если у вас дома 10 розеток для электричества и вы пользуетесь только восемь то 20 процентов электричества вы сэкономите это опять же немецкий народный юмор и я же подумаю всерьез опять и стёп который идет по отношению к Нолену Бербов знаете вот как ну там кто-то есть ну беда ну горе у людей ну вот у них такой глава МИДа ну как-то там договорились это представитель внешнеполитического ведомства сильнейшей экономики Европы при всей симпатии или не симпатии знаете с момента как она брякнула насчет войны сейчас немцы мне кажется ну ну наверное дня два ничем другим не занимались кроме как все время обсуждали я сейчас говорю о немцах в виде бюргеров потому что волна она идет и политическая об этом я скажу обязательно и вот народная народная волна она не просто там люди возмущаются не просто анекдоты рассказывают придумают что-то нет-нет-нет разговор переходит именно о позоре о позоре Германии представляет такой политики если бы знаете там у меня там есть круг общения друзья и друзья рассказали нет это волна потому что пересылка скриншотов из социальных сетей это люди которых понятно я не знаю но читая их германский мид достиг дна интересно будет ли в понедельник отставка Анна Лены Бербок за ее ляп по собственному желанию я сразу отвечаю не не будет не будет она считает что она права потому что ее ведомство уже отреагировало официально на это заявление и выступая в Страсбурге это же нужно тоже знать речь нужно подготовить и давно я уже в еврозоне рассказывал что в Европе есть такая мода называется baby это в политике это очень важный момент и вот это вот baby это значит детский язык детский лепет да детский лепет но в политологии в политике детский лепет правильно значит смысл какой нужно общаться так чтобы тебя понимали все избегать тяжелых слов избежать избегать иностранных слов там англицизмов латинизмов полонизмов чего хочешь избегать должен язык быть другими словами очень примитивным и связано это с тем чтобы не затруднять речь как вот немецкая служба научная служба бундестага так пишет что реально тяжело понять что они говорят но но в политике вот это присутствие детского лепета оно детский лепет мне кажется это все что-то милое а вот это вот baby language это baby sprach это мода это мода просто и максимально упрощать речь зачем навязывают понятие что есть такая мода конечно такой моды нету есть просто политики у которых популярный запас понимаете у них словарный запас у нас там уровня я не знаю подростка только когда он становится подростком то есть переходите с детства вот юношество и в этом отношении навязка норматива ой это модно нет это не модно это попытка сделать и выставить модным человек с ограниченным запасом слов и в этом отношении попытка людей которые пользуются этим детским лепетом в политике выставить быть человеческим выставить себя рассудительным это постоянная фиаско вот на самом деле она лена бергов это постоянная фиаско когда она говорит о себе вот читаешь по листочку нормально ток-шоу там где она выступала там где она рассуждает на темах каждый раз когда она находится в состоянии я сейчас скажу что-то то есть не подготовленные спичи а от себя каждый раз происходит у нее катастрофа над ней действительно смеются роликов с ее ляпами достаточно но может быть она не хорошим на поле этих профессиональных то есть может она умудрилась создать что-то с помощью инструмента который называется МИД Германии я по крайней мере не нашел ничего мне не известно о том что она создала или ее попытки а вот ее ляпы они широко известны ну тоже знаете так с точки зрения пиара оппозиционных партий почему бы не пиарить вот эти ляпы министр иностранных дел просто из принципа конкуренты но у меня вот все время ощущение что человек попал случайно в кресло мига и даже уже время прошло профессионализм не прибавляется почему я говорю о случайности ляпов или о том что человек думает но мне глубоко все равно что ты думаешь когда ты на трибуне как человек ты в данном случае представляешь страну ты не имеешь права на какие-то осечки осечки есть у любого у любого человека но если у тебя трибуна и ты выступаешь с трибуны и в этот момент не являешься представителем своего мнения ты в этот момент представляешь страну и узнать вот так вот оживитьì чем-то таким простецким обратиться к народу но ребят мы же вместо воюем против россии это она сказала и та она сказала мы не воюем друг против друга мы воюем против россии и вот это так мыpar ve en против России, конечно же, после этого многие отреагировали очень жестко, и немецкие политики. Еще раз, народ Германии стебется и говорит, что МИД Германии теперь законная цель для вооруженных сил России, потому что МИД Германии без Германии, это новая территория, понимаете, это новое государство, объявил войну России. Слушатели спрашивают, неплохо бы указать еще адрес МИДа Германии, я нашел вот Вердер Шермаркт Хаус Циммерайн, если правильно произнес. Нормально, Евгений, нормально. Я закрытыми глазами, наверное, из любой точки Берлина смогу по светофорам сказать, доехать, знаете, там, второй светофор налево, третий направо. Мне просто скажите изначально, откуда мы едем. И я вам проведу, пронавигирую. И, знаете, насчет точки географической или точки невозврата, я действительно спрашиваю немцев, притом политиков тоже, идем ли мы к вот этой точке невозврата. Дело в том, что тоже очень важный, важный аспект. Ну, такой вопрос, скажем так, давайте так. А поддерживают ли немцы политику правительства? Отвечу. Если завтра выборы, та власть, которая сегодня в Германии есть, она к власти не придет. У них не будет большинства, ни в парламенте, ни в себе народа, то есть, коалиция свободных демократов, социал-демократов и зеленых. Ее будет недостаточно, чтобы иметь большинство в парламенте. Это раз. Два. Западная и Восточная Германия. Абсолютное отличие большинству Восточной Германии против поставок оружия и ни в коем случае не хотят быть в тянут войну с Россией. Западная Германия уже тоже чуть-чуть больше, чем было изначально понимание к действиям властей. Нежелание войны с Россией тоже больше 50%, но меньше, чем Восточная Германия. Все-таки сказывается проведение деноцификации по-советски и по-американски. Принцип американской деноцификации сводился к тому, что идеологически пусть фашисты будут, если они нам удобны, если они нам выгодны. И людей, которые обслуживали нацизм, нужно привлекать к работе, если они профессионалы. Это была позиция союзнических войск в Британии. Америка и Франция, кстати, не так испачкана в этом, к привлечению нацистов к руководству. То есть деноцификация, я считаю, действительно важный момент. И здесь нужно возвращаться к этому опыту и еще раз основать, как она проходила. И это повторяю, говорю, буду говорить. Дело в том, что Горбачев уничтожил в сердце Европы антифашистское государство. Имя ему было ГДР, Германская демократическая республика. И назад не вернешь никак. Так вот, Аналена Бербок со своим ляпом или не ляпом. Почему я говорю, в понедельник она не напишет заявление в уходе, потому что официальный представитель МИДа Германии уже выступил на эту тему. Они уже сказали, уже сделали заявление. В общем, оказывается так. Это Аналена Бербок сказала, но виновата русская пропаганда. Это русская пропаганда все перевернула. Так, подождите, у меня что, когнитивный диссонанс или я на концерте Иванушки Интернешнл, которые сказали, что эта шутка избитая, она по-разному звучит. Но первый раз услышал давно-давно, тысячу лет назад в Берлине, что тополиный пух поют Иванушке, а памятник стоит Муми Троллю. Ну, со сцены шутка. Я понимаю, неоднократно ее интерпретировали по-другому эту шутку. А вот как такое может быть? То есть на трибуне в Страсбурге Аналена Бербург говорит, а виновата в этом российская пропаганда. Это заявление МИДа в Германии. Это они так пробуют оправдаться, что пропаганда неправильно интерпретирует. Подождите, я что, глухой? Я не понимаю слова «война». Я что, не понимаю того, что Аналина Бербург сказала? Прекрасно понимаю. Вы пробуйте выкрутиться? Ну, пробуйте, выкручивайтесь. Вы пробуете всунуть это все в осознание того, что российская пропаганда это сказала? Ну-ну. Тогда я просто процитирую двоих людей. Министр иностранных дел должен быть главным дипломатом, а не вести себя как слон в посудной лавке и топтать репутацию нашей страны. Написала в Твиттере, хорошо и многим известная, Сара Вагентнер, представитель левой партии в Гундестаге. Ну, намного жестче высказался Бистрон, Петр Бистрон. И такая словесная эскалация на международной арене одновременно с объявлением о поставках танков «Леопард», но Украина является взрывоопасной, несмотря на все более интенсивную военную поддержку Украины, включая поставки тяжелого вооружения. Германия формально все еще не находится в состоянии войны с Россией. Бистрон представитель альтернативы для Германии. Это критика, которая сразу пошла. То есть не то, что там кто-то, кто отвечает за пропаганду, придумал и вложил другой смысл в то, что произнес глава МИДа Германии. Вопрос, почему министр Германии говорит по-английски? В Евросоюзе есть англоязычные страны? Спрашивает у нас Оксана. Москва. Оксана, отвечаю вам. Для меня это тоже загадка. Но с момента, как вышла Британия из Евросоюза, то нет страны, у которой официально английский язык является национальным языком, государственным языком. В Евросоюзе вопрос, а почему же они все еще общаются на языке английском? Ну, здесь много ответов на самом деле не найдешь. Все очень просто. Английский язык является языком межнационального общения. Все это связано еще с временами колониозации. Точно таким же языком является испанский, точно таким же языком является русский. И, ну, не знают они другого языка. Но действительно, вот действительно. А почему министр иностранных дел, выступая в Европе, где нет английскоязычных славок, использует язык, на котором другие страны говорят? Постоянно подкалывают. В том числе и Евросоюз по этому поводу. Что за нормативы такие? Ну, общайтесь между собой. Ну, введите языки, которые обязательно, которые понятны для населения. Ну, знаете, вот почему там Аналину Бербух на английском выступает? Мне все равно. То есть, часто поднимается вопрос, но мне все равно. Я вам другую историю расскажу, которая очень удивляет. Есть такое понятие акции. И акции предприятий, они есть в свободной, не в свободной продаже. И для того, чтобы вы могли на рынке акций свершить сделку, вот вам так захотелось бы, и вы захотели купить акцию. Ну, вот мало ли там, вложиться. Может быть, в маске, может быть, в исследование по коронавирусу. Вот у вас было желание вложиться куда-то. Вы не можете просто так, знаете, так раз-два, и эту акцию купить. Вы должны обязательно открыть специальный банковский счет. И этот банковский счет не в виде денег, не в виде валютных какой-то, а именно специальный банковский счет для покупки акций. Есть возможности процедура онлайн. Она достаточно тяжелая, так скажу. Но вы можете прийти в банк. Вот представьте себе, я прихожу в берлинскую Шпаркассу. Шпаркасса – это Сберкасса, Сбербанк. Это достаточно сильное, мощное предприятие, которое в том числе обслуживает и физические лица, не только юридические лица, физические. И говорю, вот я хочу открыть специальный счет, депозит, вот для того, чтобы покупать акции. Они говорят, да, конечно, пожалуйста, возьмите документы, изучите, подпишите, возвращайтесь, мы вам откроем. Стоит содержание счета столько-то. И после этого я могу уже как бы давать брокеру заказы на покупку каких-то акций. Это Германия. Это вот тысячелетие, которое сейчас. Это столетие, которое сейчас. Это не так, что там в прошлом веке я пришел или там сразу после разделения сфер влияния в Германии между союзниками. Не-не-не, это вот сейчас все происходит. И мне дали документы там, ну, как всегда, как при любом открытии счета. И одна бумага, без которой тебе счет не открывают, она на английском языке. И в этой бумаге на английском языке стоит черно-по-белому, что я понимаю и что я принимаю и что я согласен с тем, что вся информация, которая будет связана с моим счетом по покупке акций, будет отправлена в Минфин США. Как вам? На английском языке. То есть немецкое предприятие, немецкий банк, обслуживающий население, дает бумагу, без которой невозможно открыть счет покупки акций. И в этой бумаге именно на английском языке стоит, что все это отправляется в Минфин США. О каком суверенитете можно говорить? Вдумайтесь, о каком суверенитете. Поэтому выступление это еще так, это еще полбеды для некоторых национально ориентированных государств. А если говорить уже о таких невидимых вещах, то власть США, конечно, безумно сильна, в том числе и на территории Германии. Вчера я встречался с коллегой-журналистом. Он мне рассказывал о том, как его перестали пускать в некоторые места за его высказывания, за его репортажи. И постоянно такой убежденный антиамериканист. Убежденный антиамериканист. Он считает, что Америка свою роль сыграла, что где-то в 70-х уже было осознание спасибо, Америка, до свидания. В 80-х они должны были покинуть, в 90-х они должны были признать, что Германия является независимой страной. То есть он не является пророссийским. Нет, ни в коем случае. Он такой, немец-немец. И он находит специалистов, он находит каких-то экспертов, которые более глубинно на эту тему размышляют, в том числе с точки зрения параграфов, на каком основании американцы все еще здесь. Оказывается, их просят здесь остаться, ну, в Германии. И вот он рассказывал, как проблемы даже получить прессу для него начались. Ну, журналистского удостоверения. Вот есть постоянная невидимая рука, но если она в языке присутствует межнационального общения с трибун, меня действительно это не парит. А вот очень интересно становится, когда эта власть распространяется, например, на передвижение капитала. Как такое может быть, что это закреплено? И главное, никто не возмущается. Кому надо, все идут и молча подписывают на английском языке бумагу, которую отправляют туда в Минфин вот эти сообщения о том, сколько человек сделал, как человек сделал, и почему человек сделал при закупке акций или юрлицо. Это ненормальная ситуация. Ну, это их проблемы. На самом деле, это их проблемы. Между прочим, американцы это навязывали и в России. Очень четко в 90-х годах советники из США четко говорили об отчетности и они вроде бы как помогали, а на самом деле тоннами всю информацию отправляли в обработку и на хранение. Там, я не знаю, зачем это нужно было, но они это сделали. Этот момент был. То есть, тряхнуть в себя вот эти цепкие объятия Америки, я так понимаю, что это безумно тяжело и можно только порадоваться за страны, которые смогли это сделать. Я возвращаюсь к Аналене Бербок с ее заявлением, потому что, дорогие друзья, я цитирую, я цитирую, это действительно очень интересно. Аналена Бербок говорит о том, что они не воюют друг с другом, а воюют с Россией. Дальше представитель, между прочим, правительства Германии Кристиан Хоффман говорит о том, что мы поддержим Украину, но мы не являемся стороной конфликта. Вопрос. А зачем же вам, ну, если не являйтесь стороной конфликта, понятно, я вас в научную службу Бундестага вспоминал сегодня. А зачем же реагировать? А Аналена Бербок что-то сказала? Что же вы тут выставляете все с какой-то интерпретацией того, что она сказала? Ну, если ничего она такого эдакого не сказала, зачем делать дополнительные заявления? Вот, товарищи, дорогие друзья, вот я цитирую прямо сейчас. Россия искажает смысл в пропагандистских целях. А это красавцы. Бербок говорит, что она не воюет против России. Оказывается, Россия искажает смысл. Но давайте поговорим о смыслах. Давайте поговорим о смыслах. И начнем со смысла, с понятия, например, института, в котором выступала Бербок. Знаете, я разочарован Тинни Коксом. Это представитель Левых, он сейчас президент ПАСЕ. Я думаю, многие его российские парламентарии знают, помнят. Ну, адекватный человек. Реально адекватный человек. Так мне казалось тоже. Но мейнстрим и позиция президента ПАСЕ, она обязывает, обязывает приходить к одной риторике. У нас техническая пауза или еще есть? Еще рановато, минута. Целая минута. Вы знаете, у меня была папка о документах, в принципе, серьезный документ, мониторинг по поводу действий Украины. На тот момент, как Украина говорила, на неподконтрольной территории, в которой, ну, открытым текстом, преступление Украины против людей. И Тинни Кокс говорил мне лично, что он готов это взять на рассмотрение. И когда я ее привез уже вот так, в следующий раз, там раз полгода по себе собирается, идя мимо, ой, так обрадовался, я говорю, вот моя папка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я говорю, это та папка, о которой мы говорили. Здесь задокументированы преступления украинских властей. Возьмите, познакомьтесь. Не-не-не. Вон там, позвоните мне в бюро, там, это, заместителя дайте. Все. Он испугался взять в руки документ, хотя перед этим обещал его брать. Мы знали, что он уже будет президентом, все знали, там, как бы, эта интрига состоялась. И когда он не был президентом, его интересовали вопросы справедливости, права и мира. Как только стал президентом ПАСЕ, очень странные вещи произошли. Мне кажется, это типичные вещи для западного мира. Трусливого западного мира. Теперь у нас короткая пауза, глоток кофе и продолжим. Едва не рассмеялся вслух, Николай пишет. Калибры говорят спасибо за второй светофор направо. Это по поводу адреса МИДа, Германия, Берлине. Даже с шутками нужно быть не очень осторожным, потому что знаете, вот один из примеров этой недели. Представьте себе, вот действительно звонок, здрасте, здрасте. С той стороны человек говорит, я-то такой-то, такой-то работаю на Норд-Драй. Норд-Драй это подразделение, там Норд-Драй, Вест-Драй. Это все разделение. Германия как бы имеет такую головную организацию, называется общественное телевидение, радиовещание. Это и интернет, понятное дело, это и журналисты, это репортажи. Их представители сидят в Москве. И АРД, это как у нас там первый. СДФ, это второй, там Россия-1. Норд-Драй, Вест-Драй, это вроде как автономные подразделения, со штаб-квартирами тоже по Германии раскиданы, но они все равно все находятся вот в этом понятии. И вот это общественное телевидение, радиовещание, после замечательной статьи в Тагест-Шао, они входят всегда в тройку. Вообще-то я считаю, что они номер один. Новостные каналы в Германии тоже можно разделить. Тагест-Шао написали большую статью, и в этой статье моя фамилия 13 раз, со словами, что спецслужбы должны заинтересоваться, и дальше уже в конце стоит, да мы вообще вот разговаривали с спецслужбами, они подтвердили, что они заинтересованы вот этим человеком Владимира Сергеенко. И вот люди, которые работали над этим артиклем, помогите мне, Евгений, я по-немецки сейчас сказал артикль. Над этой статьей, над этой статьей, один из этих, что статья артикль, да, по-немецки. Один из этих, из этой команды, они себя называют журналистами-инвестигаторами, вот один из этих людей мне позвонил, и говорит, здрасте, здрасте, я вот с НДР, фамилия такая-то, зовут меня так-то, я за рулем еду, и говорю, так, слушаю вас. Вот он говорит, я бы хотел с вами поговорить там по поводу обмена военнопленных, я говорю, а вы не тот случайно, который фильм хотел обо мне снять с НДР? Он говорит, да, я говорю, а потом вы вроде как в Америку уехали, извинили, сказали, что позже вернитесь, кино будете обо мне снимать. Он говорит, да, да, это я такой обрался, что я его вспомнил. Я припарковываю машину, говорю, смотрите, на любые вопросы отвечу вам. Вот я уделю вам столько времени, сколько вы хотите. Но у меня есть одно условие. Условие очень простое. Все, что мы говорим, мы снимаем на видео. И дальше вы можете делать с этой информацией все, что мы наговорили, что угодно. Пишите где угодно, как угодно. Но мы имеем право опубликовать, и это очень важный момент, потому что без согласия другой стороны я не имею права придать публичности материал. Мы опубликуем без искажений, без цензуры, без вырезаний весь наш разговор, чтобы он был онлайн опубликован. На любой площадке. Вы где хотите делайте, мы сделаем. Я говорю, я сделаю. После этого мы будем с вами разговаривать. Он говорит, очень хорошо, я подумаю над этим вопросом, но вот вы мне ответьте по поводу военнопленных. Я говорю, нет, может, мы немецкий плохой. Нет, хороший. Я говорю, вы понимаете, что я говорю? Вот мы на видео снимаем весь наш разговор, и это видео, без того, чтобы его обрезать, подрезать, бесцензурно, мы его выкладываем онлайн, имеем право на это дело. Нет, вы мне ответьте на вопрос. Смотрите, я уже припарковался, я взял второй телефон в руки, и я сейчас начинаю снимать видео. Поэтому начинаем весь разговор сначала. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, и на какой канал работаете вы? Тишина. Я говорю еще раз. Я взял уже телефон в руки, я видео снимаю. На какой канал вы работаете, и представьте себе имя, фамилия. А вы можете мне ответить на интересующие меня вопросы? Я говорю, с удовольствием. В общем, еще это длилось минуту, наверное, и он бросил трубку. Когда я спросил, почему при... В том моменте, вот когда я сказал, что я записываю на видео, почему вы боитесь назвать, на какой канал вы работаете, имя, фамилию? Вот почему? Ведь в статье это будет. А вот почему. Я сейчас процитирую, я хочу это процитировать, и это важно. Российская пропаганда постоянно использует высказывания, фразы, мнения, позиции федерального правительства, наших партнеров, и искажает их в своих интересах. Вдаваться здесь и сейчас подробности не имеет смысла, кто здесь занимается эскалацией. Так это Россия. С точки зрения международного права, Германия не является стороной конфликта. Именно в этом контексте следует понимать слова главы МИД, пояснил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. Ничего не понял. То есть, Аналина Бербок говорит, что они воюют не друг с другом, а с Россией. А оказывается, что Аналина Бербок сказала, что Германия не является стороной конфликта. Еще раз, я не понял. Это действительно Россия искажает смысл в пропагандистских целях? Или понесло Аналину Бербок и у нее что на уме, то и на языке. Я действительно настаиваю прям. Я понимаю, что невозможно. Но детектор лжи нужно присоединять к некоторым политикам. А, Владимир, так может быть у Аналины Бербок плохой немецкий. У вас хороший, отличный, а у нее не такой хороший, поэтому ее неправильно понимают. А, поэтому она по-английски выступала, чтобы сказать, если что-то, а, я по-английски не очень хорошо принадлежит на ошибку. Да, не правильно сказал, английский не понял. Может быть. И, вы знаете, когда посольство Федеративной Республики в Германии, в Москве высказывается в том же ключе, цитата, поставки Украине призваны позволить иритировать закрепленное в уставе ООН индивидуальное право на самоопределение на фоне противоправной агрессивной войны России не превращает Германию в сторону конфликта. Вот у меня теперь вопрос. Ну, я сегодня начал с документа, который называется документ научной службы Бундестага. Они говорят, что как раз покидают, между прочим, комфортное понятие неучастия в конфликте с момента, как начинают подготавливать военных и передают оружие. Не надо говорить о том, что это оружие наступательное или не наступательное. Есть факт, есть научная служба. А не надо прятаться за уставом ООН, особенно в тех случаях, когда этот устав ООН выкручивается как угодно. И, знаете, вот эта вот волна мне нравится. Мы поймали их очередной раз. Очередной раз мы убеждаемся в том, что с шулерами играть вообще не надо. Он тебе смотрит в глаза и говорит, мы подписываем минские соглашения, чтобы у нас остановить вообще какой-то огонь, кровопролитие. Проходят годы, они говорят, мы их подписали, чтобы Россию дурануть. Кто говорит? На уровне канцлера Германии это было подписано. Это плутовство постоянно, это шулерство. Не садитесь играть в карты с теми, кто жухает, кто мошенничивает, кто плут. И тогда, вы знаете, во мне искренне такое чувство. А я благодарен, алинибер Бог. Вот по принципу, что умного в голове, то и на языке. Вот по этому принципу... Продолжение следует...